К нам на библейский портал «Экзегет» поступил еще один вопрос, связанный с проклятием. Звучит он следующим образом. Что делать, если ты в сердцах проклял кого-то? Как исправить этот страшный грех? Ну, во-первых, кто-то, кто задает вопрос, он очень правильно понимает, что грех – это страшный. Что же делать, если я в сердцах пожелал зла другому человеку? В первую очередь, нужно покаяние. Нужно покаяние. Что такое покаяние? Я сейчас не буду подробно говорить об этом, потому что это отдельная, очень глубочайшая тема. Я коснусь таким штрихом. Но при покаянии должно быть сначала осознание, вообще-то, что ты поступил зло, и раскаяние. Надо… А что такое раскаяние? Я сожалею о том, что я сделал. Но этого мало. Надо попросить прощения у того человека, которому ты пожелал зла. Господь сказал, прощайте, и прощены будете. Понимаете? То есть, одним из условий, из условий того, что вот это проклятие, то есть, заказ бесам сотворить зло тому человеку, которому ты пожелал зла, может, может прекратиться в случае вашего покаяния. То есть, осознание, что это страшный грех, раскаяние в нем, сожаление о нем, попросить прощения у человека. После этого прийти в храм на исповедь и попросить прощения у Бога. Если вы не попросите прощения у человека, то, опять-таки, согласно Священному Писанию, которое гласит, если ты принес в храм жертву, Богу, да, но не примирился с братом своим, оставь эту жертву здесь, иди сначала примирись. То есть, попроси прощения, если ты виноват, да. Вот, и только потом приходи к Богу просить прощения, и тогда Бог простит тебя. Бог простит тебя за то, что ты пожелал зла. А значит, он запретит демонам воздействовать на человека, потому что ты покаялся. То есть, ты больше решил этого никогда не делать. Покаяние – это изменение. Это значит, я буду стараться не допускать больше никогда, стараться, подчеркиваю, совершать такого греха. То есть, кому-либо желать чего-то злого. Еще что очень важно. Очень важно молиться за того человека, которого вы прокляли. Молиться дома, молиться в храме, подавать за него записочки. И делать добрые дела. Во славу Божию, во благо этому человеку. Какие дела? Это уже зависит от разных конкретных обстоятельств. Но это нужно делать. Свою вину, как говорят народы, надо заглаживать добрыми делами. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать по этому поводу. Конечно, очень сложно полностью избавить от последствий проклятия, потому что они очень быстро наступают. Но Бог милостив, Бог есть любовь, поэтому при вашем старании и молиться, и исповедоваться, каяться в грехах, в делании добрых дел, если невозможно этому человеку, то другим, вы сможете искупить вот этот свой грех. Но Господь уж по своему усмотрению дальше решит, что с этим делать. Но вы будете прощены. А значит, и последствия вашей греха будут минимизированы, а может быть, даже они не наступят, даже в отношении того человека, который, скажем, еще не очень дружит с Богом, или даже, может быть, не дружит. Но это уже Господь будет решать, как полезнее для того человека, чтобы было. Но вы будете прощены. И вам станет легче на душе. Полегчает. Как говорится, камень с души. Все, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...